Снегопад 3 февраля полностью компенсировал абсолютно бесснежный декабрь и, к сожалению, пощадил Щелковский район в меньшей степени. Уровень выпавшего снега местами достиг 110 сантиметров, значительно больше, чем в среднем по Московской области. Довольно продолжительное время коммунальным службам пришлось потратить на борьбу со стихией. В этот период трудности, безусловно, терпели пешеходы, ну а на трассах района появилось немало потенциально аварийных участков. На контроле ситуацию держат в районной администрации. Там провели несколько совещаний, посвященных безопасности дорожного движения и восстановлению электрокоммуникации пострадавших после снегопада. Все службы должны были мобилизоваться, понимая, какая стоит непростая задача по наведению порядка. Но, к сожалению, мы видим, что не все мобилизовались и работы идут не теми темпами, которые нам хотелось бы. Что вызывает, конечно, серьезные нарекания с стороны жителей и, соответствующие претензии к нам с стороны надзорных органов. Сейчас на территории Щелковского района задействовано порядка 130 единиц техники. С начала снегопада вывезено почти 8 тысяч кубов снега. Однако не везде работа спорится. Глава района отметил недостаточно оперативные действия на трассах регионального значения, находящихся в ведомстве организации «Мосавтодор». Чтобы отчасти решить проблему, ГИБДД приняло меры. На заводской и центральной временно появилось реверсивное движение. Страшное положение дела было на заводской. Я вчера увидел, конечно, изменения, но в плане того, что уже прогремли более-менее. Но наледи, которые образовались на дороге, они практически провоцируют ДТП. И наледи не содраны, не посыпаны. Улица Первомайская после снегопада также стала достаточно опасным с точки зрения аварийности участком. Сейчас мы можем видеть, что улица уже обработана песко-соляной смесью. Будем надеяться в скором времени ответственным за уборку снега и вовсе удастся избавиться от наледи. Также Алексей Валов дал указание службе по озеленению и благоустройству, ответственной за муниципальные трассы, усилить работу по очистке снега. Будет проверено и качество уборки управляющими компаниями и коммерческими предприятиями на прилегающих территориях. Обратили внимание на проблему возможного коллапса на железнодорожных переездах. «Три железнодорожных переезда парализовали нам движение транспорта и создавали угрозу безопасность движения пешеходов и аварийной ситуации. Вот на данный момент каким образом отреагировал Госадмехнадзор по этим ключевым проблемным местам?» «По нарушениям зимней уборки главой СЖД вызваны и будем проводить». «Спасибо, Анатолий Иванович». 19 деревень после снегопада остались без электричества. Деревья буквально падали под тяжестью снега и повредили линии электропередач. «По ликвидации последствий непогоды принимало участие от МАЭСК 27 бригад, общей численностью 137 человек, 40 единиц техники, 30 передвижных электростанций мощностью от 100 до 500 кВт. Социально значимые объекты были подключены к электроснабжению в первую очередь. Через передвижные электростанции ПАО МАЭСК их отключение не превысило 8 часов». «Я прошу вас и здесь, Андрей Владимирович, выписать МАЭСКу предписание, чтобы они в летний период обязательно произвели опиловку деревьев, которые находятся в непосредственной близости к линиям электроэнергоснабжения». На 5 февраля основные работы по восстановлению электроснабжения, не считая индивидуальных обращений из СНТ, где линии находятся в частной собственности, были завершены. Александра Гранич, Игорь Поляков, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».